Добрый вечер в Республике 18.00 и в прямом эфире информационная программа сегодня с важнейшими событиями дня. С вами Ольга Цхавребова. Коротко о главных темах 19 апреля. Перспективы бизнеса в Южной Осетии. В Республику прибыли российские предприниматели. В Республике появляются такие силы, которые хотят вернуться к тому, чтобы использовать этот ресурс земли. Договор о границе между Южной Осетией и Россией. Ратифицировала Госдума России. Завтра вопрос рассмотрят в Совете Федерации. Все на субботник 23 апреля объявлена генеральная уборка столицы. В Южную Осетию приехали российские бизнесмены. О необходимости привлечения инвесторов в Республику говорится давно. Есть конкретные шаги и в этом направлении. И вот теперь новый этап. Предприниматели изучают инвестиционный климат и возможности для развития бизнеса в Республике. Президент Леонид Тибилов принял у себя российскую делегацию. Алена Утаева с подробностями. По приглашению президента Леонида Тибилова в нашу Республику приехала делегация российских бизнесменов. Цель приезда – ознакомление с возможностями Республики в развитии бизнеса. Выявление инвестиционного климата. К созданию бизнеса в Южной Осетии проявляют интерес многие российские бизнесмены. Потенциальные инвесторы на месте оценят ресурсы нашего края, чтобы определиться, какие бизнес-проекты можно организовать на территории Республики Южная Осетия. Глава государства Леонид Тибилов в ходе встречи с гостями высказал мысль, что Южная Осетия всегда считалась аграрным регионом. Поэтому и сегодня необходимо использовать ресурсы наших земель. Нас интересует в основном то, что наши территории, они должны жить. Республика живет тогда, когда земля тоже живет. А столько лет, когда Южная Осетия переживала в разные времена, в разные годы, несколько раз войн со стороны грозы, и, конечно, земля тоже пришла в состояние, когда она зарастает, ну, пустая. Вы увидите все это. Но сейчас в республике появляются такие силы, которые хотят вернуться в силу, вернуться к тому, чтобы использовать вот этот ресурс земли. Гости поблагодарили президента за приглашение и за теплый прием. Благодарить хочется всей нашей делегации за встречу. Благодарить нас, так сказать, коллеги встретили. Все замечательно. Уже с первых минут уже любовались красотой этих замечательных, так сказать, просторов, гор. Очень симпатичный край, очень такой живописный. Вот, был я в Северной Осетии лет 20 с лишним назад, вот в Южный первый раз, поэтому спасибо огромное за приглашение. Вот, приехали мои друзья, коллеги посмотреть, подумать, чем мы можем быть полезны, что мы можем сделать, бизнес, конечно, какой-то организовать. Спасибо за вот тот, как говорится, шанс, да, что дали побывать в вашем прекрасном месте, когда случился такой шанс, чем-то быть полезным, небольшим. С удовольствием. Спасибо. Да, я откликнулся. В ходе встречи Леонид Тибилов отметил, что наша республика вышла на новый уровень жизни. Строятся дороги, объекты, которые были разрушены и сожжены во время августовской войны 2008 года. И сегодня можно с уверенностью сказать, что мы можем решать вопросы, касающиеся инвестиций. Гости пробудут в Южной Осетии два дня. Сегодня делегация предпринимателей выехала в Ленингорский район. Алена Уттаева, Айда Кочиева, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск «Сегодня». Международно-правовое оформление государственной границы с Южной Осетией и ее демаркация – важный шаг в признании нашего государства международным сообществом. Граница с Российской Федерацией определена договором между двумя странами. Документ уже ратифицирован высшим законодательным органом России. Завтра соответствующая процедура предстоит в Совете Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. Зарина Кочева расскажет подробнее. Государственная дума Российской Федерации ратифицировала договор о государственной границе между Республикой Южной Осетией и Российской Федерацией. Завтра вопрос о ратификации договора о государственной границе между Республикой Южной Осетией и Российской Федерацией рассмотрит Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Ратификация документа позволит осуществить международно-правовое оформление государственной границы с Южной Осетией и приступить к ее демаркации. Как отметил полпредпрезидент об вопросе обосконфликтного урегулирования Мураджиоев, это является важным шагом в признании нашего государства международным сообществом. Вступление в силу этого договора является важным шагом в международном правовом оформлении Республики Южная Осетия и его границ. Это еще раз подчеркивает, что Республика Южная Осетия является признанным государством, и между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия строятся договорно-правовые равноправные отношения. Я повторяю, это является важным шагом в признании нашего государства международным сообществом, и надеюсь, что работа по обозначению государственной границы между Республикой Южной Осетия и Грузией тоже будет проводиться. Дело в том, что югостинская сторона неоднократно обращалась к властям Грузии с предложением приступить к совместной работе по делимитации и демаркации границы на уровне женевских дискуссий. Договором определяется линия государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, которая проходит по вершинам главного Кавказского хребта. Линия прохождения госграницы в соответствии с описанием изображена на топографической карте, которая составляет неотъемлемую часть договора. Договор этот подлежит ратификации парламентами облег государств. С югостинской стороны парламент рассматривал этот договор в начале апреля текущего года. И в соответствии с регламентом парламента Республики Южная Осетия, закон о ратификации договора был принят в первом чтении. И надеемся, что в ближайшее время договор будет ратифицирован. 15 апреля ратификацию договора рассматривала Государственная Дума Российской Федерации. И Дума ратифицировала этот договор. После признания Республики Южная Осетия Российской Федерации 26 августа 2008 года, между нашими государствами заключен целый ряд межгосударственных договоров и соглашений. И важное место среди этих межгосударственных документов занимает договор о государственной границе между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией, который был подписан 18 февраля 2015 года. Над этим договором шла долгая работа двумя комиссиями по делимитации границы. С Украинской стороны была комиссия правительства Республики Южная Осетия по делимитации и демаркации границы. И аналогичная комиссия была с Российской стороны. И вот результатом нашей совместной работы стал договор, который, я бы сказал, был подписан 18 февраля 2015 года. Как отметил Мураджиоев, договор о государственной границе еще раз свидетельствует о поступательном развитии дружественных и равноправных отношений суверенных государств и создаст дополнительную базу для сотрудничества Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Залина Кочи, Ваза Маткудзе, информационный выпуск сегодня. У жительницы села Залда Цхимвальского района сегодня радостный день. На месте сгоревшего дома ей поставили жилой вагон. Как это, увы, нередко получается, вопрос был решен только после вмешательства президента. Ева Габараева вот уже три месяца живет в городе Цхимвал у родни. У женщины нет детей. А в город Ева была вынуждена перебраться, так как в феврале ее дом в селе Залда сгорел. Как правило, в таких случаях, отчаявшись найти поддержку у местных чиновников, люди пишут письма на имя президента Республики. Такую просьбу помогли составить и Еве. Жительница села Залда просила помощи в приобретении жилого вагона. И ей помогли. Президент распорядился своим личным указом выделить вагончик. И силами МЧС сегодня же он был установлен. Завтра с утра администрация Цхимвальского района, лица УЖКХ будут обеспечить какие-то технические работы. Малярные. Там подправят крышу. И с Божьей помощью все будет хорошо у Габараева и Евы. Будет она здесь жить. Рядом со своим хозяйством, к которому она очень привыкла. Ровно четыре дня назад женщина обратилась с просьбой о помощи к президенту Леониду Тибилову. На вчерашнем совещании с силовым блоком, где присутствовали и главы районных администраций, президент дал конкретные поручения. Вызвался помочь в этом деле и вновь назначенный генпрокурор республики Воризмак Джагаев, который предложил подключиться всем службам и своими силами постараться помочь Погорельцу. Техника для перевозки и установки однокомнатного жилого вагона была предоставлена МЧС республики. Сотрудники МЧС учли все обстоятельства и поставили вагон рядом с местом, где стоял сгоревший дом и где находится все хозяйство Евы. Были даны указания главе Схимвальского района Алану Плиеву, чтобы соответствующие структуры оперативно приступили к малярным работам и привели вагон в жилой вид, подвели электричество. Женщина рада своему углу. Я хочу сказать слова благодарности всем, кто мне помог в решении моей проблемы. Теперь я буду жить на своей родной земле. Конечно, родственники ко мне хорошо относятся, но в моем возрасте человеку нужен свой родной угол. Еве Габараевой помог и глава Дзаусского района Владимир Келихсаев. Именно Келихсаев нашел по просьбе президента свободный вагон, хотя село Залда не входит в состав Дзаусского района, а только соседствует и передал его покорельцу. Мы решили помочь Еве Габараевой. Сегодня мы отправили вагон в село Залда. Отправили и трактор для расчистки дороги и места, чтобы не было никаких проблем. В зимнее время Еве Габараева опять переедет жить в город. Здоровье не позволяет ей находиться одной, но большую часть года она будет проводить в своей родной деревне. Яна Влева, Регина Чешткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. 23 апреля с 9.00 начинается общегородской субботник. Планируется, что помимо работников управления благоустройства администрации Цхимвала, в уборке столицы примут участие сотрудники министерств, ведомств, учреждений республики, жители различных районов столицы. Дзераса Козаева продолжит. В преддверии Пасхи и майских праздников городская администрация объявляет общегородской субботник 23 апреля. С 9.00 утра работники управления благоустройства начнут генеральную уборку столицы. Городская администрация обращается к руководителям всех министерств, ведомств, организаций с просьбой обеспечить активное участие сотрудников в уборке территорий, прилегающих к ведомствам. Очень просим, чтобы жители города, нашего частного сектора обязательно навели порядок перед своими домами. Это имеется в виду, немножко привели в порядок газоны перед домами, привели в порядок фасады своих домов, входные ворота, калитки, посадили цветы. Не раз работникам благоустройства приходилось убирать придомовые территории перед многоэтажными домами. Хотя за чистотой и порядком тщательно должны следить и сами жители. Жители, принимающие участие в субботнике, могут звонить на горячую линию. Я бы хотел обратиться к населению нашего города, в том числе и к жителям многоквартирных домов. Пожалуйста, обратите внимание, выйдите на свои придомовые территории, тоже наведите порядок, собирайте мусор. И по телефону нашему оперативной службе, по телефону 805-47-71, звоните. Мы будем приезжать и забирать этот мусор. Управление благоустройства в субботу будет работать в мобильном режиме. Будет задействовано более 25 единиц техники. К каждому району будет прикреплен работник благоустройства. К нему можно будет обращаться по любым вопросам. О необходимости вывоза мусора или же предоставления инвентаря. Большая просьба ко всему нашему населению, ко всем нашим детям, чтобы отнеслись к этому субботнику с очень большой ответственностью. И чтобы мы навели достаточно должный порядок на территории нашего города. Планируется и генеральная уборка территории Дубовой рощи. Городская администрация призывает всех горожан выйти на субботник. Ведь только совместными усилиями мы сделаем наш город чистым. ГТРК ИР, в свою очередь, будет фиксировать степень активности каждого ведомства и микрорайона в уборке города. Здравствуйте, Кузаева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, что происходит в мире спорта. Знаурские дюдоисты активно готовятся к международному юношескому турниру «Олимпийский старт», который пройдет в Санкт-Петербурге. Для юных спортсменов созданы все условия для полноценных тренировок. Алена Утаева продолжит. Школа дюдо в Знаурском районе открылась в 2005 году и приобрела большую популярность. Ее воспитанники регулярно участвуют в различных соревнованиях и в Южной Осетии, и за пределами республики. Ежегодно в школе дюдо проходят сборы, на которые приезжают юго-осетинские и северо-осетинские дюдоисты. В эти дни знаурские дюдоисты активно готовятся к юношескому международному турниру «Олимпийский старт», который пройдет в Санкт-Петербурге. Через неделю собираемся на международный турнир в Санкт-Петербург. Восемь детей представят нашу республику. В секции дюдо занимаются не только мальчики, но и девочки. Среди юных дюдоистов есть и достигшие хороших успехов. Алан Джоев и Суслан Вальев вошли в состав юношеской команды Российской Федерации. Хорошие результаты у Аслана Джоева и Суслана Вальева. Они тренируются во Владикавказе. У них теперь своя программа. В школе дюдо есть и тренажерный зал, где спортом могут заниматься все желающие, поддерживать себя в форме. По словам тренера Иннала Габараева, для тренировок у них есть хорошие условия. Большой отремонтированный зал. Есть и проблемы. Необходимо благоустроить территорию школы. Не работает столовая. Сложно отапливать зимой помещение. Условия у нас неплохие. Правда, кое-что надо доделать. Нас в основном беспокоит содержание комплекса. Мы не на балансе районной администрации. Есть отопление, но работает на солярке. Юные дюдоисты занимаются с удовольствием. Говорят, что необходимо заниматься спортом. Он делает человека сильным. Тренировки по дюдо в этом зале проходят ежедневно. И начинается все с разминки. Юным спортсменам очень нравится этот вид спорта. На сегодняшний день школу дюдо посещают около 30 детей. Я 7 лет хожу на секцию дюдо. И мне очень нравится этот вид спорта. Я и в дальнейшем буду заниматься спортом. Принимать участие в различных соревнованиях. При школе дюдо функционирует и секция гимнастики. С детьми работает молодой тренер Элина Засеева. Занятия проходят три раза в неделю. Я работаю в ЗНАУРе уже три года. Сама занимаюсь детством гимнастикой. Мне очень нравится моя работа. И как я вижу, детям тоже очень нравится ходить на гимнастику. Они очень стараются, трудятся. И с каждым днем у них получается что-то новое и новое. Сами бывают очень рады, когда у них что-то получается. И я вместе с ними тоже радуюсь. Я пока учусь в 11 классе, в этом году заканчиваю. И в будущем себя вижу в той же роли и в роли тренера. И в секцию гимнастики тоже ходят много детей. Они любят выполнять разные элементы. Каждый день они узнают что-то новое. Мне нравятся перекаты и споказы. Мне больше всего нравится гимнастик. Я уже хожу второй год. Юные дюдаисты и гимнасты планируют в будущем профессионально заниматься этими видами спорта. Алена Уттева, Заур Устаев, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня в Цхимвале стартовал турнир по баскетболу. Участники – ученики школ столицы. За призы будут бороться 10 команд. Наш спортивный обозреватель Батрас Хурев побывал на соревнованиях. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе начался турнир по баскетболу в памяти героя Южной Осетии Амирана Багаева. Соревнования проводит отдел спорта администрации города Цхимвал. Турнир проводится в первый раз, но уже вызвал большой интерес у школ города. За призы турнира борются 10 команд. Сегодня прошли игры первого тура. Соревнования завершатся в конце недели. А со следующей недели начнется соревнование среди команд девушек. Это очень хорошо, конечно. Все школы, почти все школы города Цхимвал приняли участие на этом турнире. Турнир проходит в честь памяти Амирана Багаева. Он будет проходить до субботы включительно. Ажиотаж очень большой. И вот это, конечно, очень приятно. После городского турнира начнутся республиканские соревнования. В них примут участие 6 лучших команд республики. Батрас Хурев, Азиз Багаев. Информационный выпуск сегодня. Далее в нашей программе прогноз погоды на завтра. До субботы. До субботы.